В зале Зимнего театра нет свободных мест. На расширенное заседание антитеррористической комиссии пригласили всех тех, кто так или иначе отвечает за безопасность. В школах и больницах, торговых центрах и вокзалах, в санаториях и отелях, на улицах Сочи. Кроме того, представителей общественности. Проблема антитеррористической безопасности в городе-курорте не теряет своей актуальности никогда. Но этот вопрос сегодня стоит особо остро в связи с событиями в северной столице. За каждым терактом стоит конкретный человек, отмечает мэр Анатолий Пахомов. А значит, неизвестных для полиции людей в Сочи быть не должно. Только появляется новый человек в садовойском товариществе, о нем должен знать участковый. Не получилось дозвониться до участкового, обязательно позвонить на 02. Если это касается предприятия, каждый руководитель каждой отрасли, или это отрасль торговли, либо это отрасль саторно-курортная, либо это отрасль транспорта, либо это просто обычный ларек, лоток, и там есть кто-то, который приехал в город или просто в городе живет, и он стал работать там, вы обязаны просто передать о нем информацию. Проверки на предмет наличия рамок досмотра и физической охраны по системе тайный гости и тайный посетитель уже прошли и продолжаются во всех отелях и объектах торговли курорта. В целом ряде магазинов и торговых центров и даже в пятизвездочных отелях безопасность порой практически на нуле. Срок на исправление недочетов – неделя. Отдельный разговор о безопасности в школах и больницах, где ЧОПы зачастую подходят к своей работе формально. Все ЧОПы всех учреждений образования, здравоохранения, культуры должны быть под особым контролем, каждодневным. Эту работу нужно начать буквально с сегодняшнего дня. Постоянный мониторинг работы ЧОПов. Меры безопасности должны быть обеспечены и в городских храмах, куда на Пасху уже через неделю придут тысячи верующих. В каждой церкви и приходе появятся рамки досмотра, а по периметру будет обеспечена охрана сотрудниками полиции. В Сочи не должны допустить египетского сценария, где в вербное воскресенье в результате двух взрывов в церквях погибли несколько десятков человек, еще около сотни получили ранения. В целом же, как отметили на совещании, антитеррористическая защищенность в городе обеспечена на достаточно высоком уровне. Тем не менее, от бдительности каждого жителя зависит безопасность всего Сочи.